То, о чем можно было только мечтать, теперь реально. Яркая Сузуки с выгодой до 260 тысяч рублей. Драйв, стиль стали еще доступней. Не упустите момент. Единственный официальный дилер Сузуки – автосалон «Акос Челны». Телефон 203320. 24 миллиарда федеральных рублей удалось привлечь в экономику Татарстана в 2019 году. Об этом заявила депутат Госдумы Альфия Кагогина. При этом она подчеркнула, что деньги не главное. По словам Кагогиной, важнее, что удалось способствовать созданию новых производств и рабочих мест, а также вывести на рынок новые продукты в самых различных отраслях промышленности. В общественной палате России предложили поднять стипендии в вузах до уровня прожиточного минимума. Как сообщают известия, в Совете Федерации идею поддержали, но добавили, что она требует проработки. В частности, необходимо найти источник финансирования. Сейчас размер академической стипендии составляет около полутора тысяч рублей в месяц. В Татарстане в рамках программы «Наш двор» запустят колл-центр и создадут специальный сайт для оперативной обработки предложений от населения. Об этом сообщает пресс-служба президента республики. Кроме того, помимо уже зарекомендовавшего себя в Республике народного контроля, будет организована горячая линия, куда граждане смогут направлять жалобы, просьбы, вопросы и предложения на круглосуточную горячую линию. Напомню, к 2023 году в Татарстане планируют полностью отремонтировать 6 тысяч дворов общей площадью почти 50 миллионов квадратных метров. Жители Татарстана могут принять участие в голосовании за земляков, которые прославили республику и продолжают это делать сегодня. Мероприятие приурочено к столетию образования Татарской АССР. Челнинцам предлагают поддержать руководителя гоночной команды «КамАЗ-мастер» Владимира Чагина. Для этого надо зайти на сайт 100.tatarstan.ru и отдать свой голос за знаменитого земляка.